100 тренировочных задач абитуриента. Задание номер 5. Как обычно, прежде чем смотреть разбор, пробуйте решить это неравенство самостоятельно. Перенесем все в одну сторону. x3-x2-4x-4 больше или равно 0. Теперь нужно попробовать разложить на множители левую часть. Можно сгруппировать первое со вторым и третье с четвертым. Тогда у первого и второго x2 выносим за скобки. Получаем x-1. И минус 4 выносим за скобки. Получаем x-1. Больше или равно 0. x-1 теперь можно вынести за скобки. Тогда у нас получается в скобках x2-4. И по формуле разности квадратов можно расписать x2-4. Тогда окончательно получаем x-1 умножить на x-2 на x-2 больше или равно 0. Ну и теперь решаем методом интервалов. На числовой оси покажем корни. Каждую скобку приравниваем к 0. Корни тогда будут минус 2, 1, 2. Минус 2, минус 2, единица и число 2. Разбиваем на интервалы и расставляем знаки. В крайнем правом, учитывая, что x везде в каждой скобке на первом месте, будет в крайнем правом знак плюс. Плюс. Дальше знаки чередуются. Минус, плюс, минус. Выбираем там, где плюс. И остается только записать ответ. Пишем ответ. x принадлежит промежутку от минус 2 до единицы и объединяя с промежутком от 2 до плюс бесконечности. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео.